Всем привет! Сегодня я выкладываю часть информации из семинара трихолога, где наглядно и в доступной форме вы сможете посмотреть, как функционирует кожа головы и почему в принципе шампунь от выпадения это блеф. Еще маленькую тему рассмотрим про влияние витаминов, вот этих поливитаминных оптичных комплексов для роста или от выпадения волос. Работают они или нет? Мы сегодня говорим о волосах, но я сразу хочу оговориться, что здоровые волосы растут только из здоровой кожи головы. Это бесспорный факт. Поэтому вы должны понимать, наверное, два момента, о которых мы будем сегодня говорить. Самое главное, что волосы не выполняют жизненно необходимые функции в организме человека. Почему? Это придатки кожи так же, как и ногти. Мы говорим больше об эстетической части сегодня, о красоте волос, но вы должны понимать, что, например, изменения волос, если они не окрашены, например, они играют определенную роль в диагностике очень многих заболеваний. И человек, который умеет читать язык поведения волос, на самом деле он достаточно терапевтичен. Он может вам рассказать, что сухость волос, внезапно возникшая, это может быть симптомом гипотириоза, недостатки выработки гормонов щитовидной железы. Поведение кожи головы и в том числе и выпадение волос гнездное может говорить об аутоиммунном характере заболевания. То есть это тоже будет связано и с патологией щитовидной железы, и других эндокринных желез. И появление диффузного выпадения, которого мы часто страдаем, мы так в народе говорим, линька, но она может затягиваться и приводить к значительной потере объема. Я хочу сказать только о том, что организм очень такая сложная структура, с одной стороны, но она очень благодатная. В каком плане? Выпадение волос – это такой волшебный, чудесный пендель, который нам дается для того, чтобы понять, да, мне плохо, обрати внимание на то-то. Выпадение волос – всегда симптом и очень редкая болезнь. Я просто немножко напомню, из чего состоит кожа, из каких слоев. Хочу вот о чем сказать, что не все эти слои вам нужны, но верхний слой – эпидермис. Это слово знают все. Так вот эпидермис практически, если мы нарисуем строение кожи, это примерно где-то 1-1,5-2 мм поверхности. Верхний слой – это роговой слой, нижний – это так называемая базальная мембрана. Вот отсюда клеточка эпидермиса созревает, а потом что? Отшелушивается. А говорим сразу две вещи. Первое – в этом слое кожи нет сосудов. Шампунь работает только на поверхности кожи, только на роговом слое. Как вы думаете, какая самая продаваемая типы шампуня? Вот что бы вы купили? От перхоти есть не у всех, да, перхоти? Объем хотят все, это 100%. А еще от чего? Вот для упражнения выпадения нет. Вот смотрите, первое – это выпадение, потому что мы все время боимся, что мы чего-то потеряем. Второе – для объема, потому что он все равно его все время не хватает. Третье – окрашенные волосы логически сразу работают, да, надо для окрашенных волос. Четвертое, наверное, для более частого мытья, потому что хочется перемыть голову. Пятое, наверное, у нас будет там, ну, какой-нибудь там реконструирующий. Шестое – просто так, потому что дорогой, очень сильно козырный. Мне подарили, все равно я тресну, но его буду использовать. Он красиво выглядит, хорошо стоит. Не отдам никому ни за что. А то, что он три года стоит там для красоты на полочке в ванной – это уже дело третье, да. Мы все фетишисты, мы все. Шампунь, хочу сказать, слово шампунь – это просто мытье. Не придавайте ему никакого значения. Вы же знаете, что шампунь больше всегда мы подбираем по типу кожи головы, верно? Нам надо помыть эту кожу. Мытье должно быть комфортным. Поэтому мне очень, как вам сказать, больно, когда меня, например, спрашивают, вот особенно журналисты любят спрашивать, а как вы относитесь к шампуням лошадиным, например? Вот это очень популярный такой вопрос. Или что вы думаете о бессульфатных шампунях? Вы должны очень понимать, что нами манипулируют постоянно. Я к тому, что, собственно говоря, поливитамины, мы будем говорить о волосах, я сразу предупреждаю, для меня синтетические поливитамины могут существовать в нескольких видах. Первое. После перенесенной очень сложной болезни, когда есть процесс реконвалистенции, восстановления. Не хватает, мы так не доедаем. Период элиминационных диет и голодания, сбрасывания веса, понятно, что это надо. Период потери, допустим, кровотечения, то есть тогда, когда у женщины менструальный цикл очень затяжной, она теряет очень много крови. Период вытягивания у детей, когда им что-то не хватает, а кушать они не хотят. И то очень осторожно. Больше я не назову вам ничего, честно. Вы должны понимать, что синтетические поливитамины – это такой глобальный фармакологический проект. Между прочим, вот каждый, если спросить вас, он это понимает. Да. Вы знаете, мне сложно сказать, по мне это 0,0. Честно, я вам честно скажу, почему. Они бывают разных групп. Нельзя так огульно обо всех говорить, потому что для регуляции кожи и волос существует только один витамин. Витамин В9 – это биотин. Всё остальное не имеет отношения. Волосы – это белок, кератин. Белок строится из аминокислот. Аминокислоты между собой соединены что? Элементами, микроэлементами. Вопрос, зачем тут витамины? Для чего они нужны? Поэтому только один витамин, витамин биотин, он даже не против выпадения, как вот сейчас муссируется. Да, куровал, вит, медопиотин. Это регулятор роста сальности, жирности, настроения. Это к чему? Вернусь к строению кожи, потому что для функционирования эпидермиса по сути сосуды не очень нужны. Это барьер для кожи. Толщина вы видите какая. Проходите, пожалуйста. Да, пожалуйста. Дальше идёт пограничная мембрана. Через пограничную мембрану не пройдёт та вода и шампунь, которые может быть. То есть мы говорим только о роговом слое. Он должен качественно помыть. Как вы думаете, какое время шампунь должен просуществовать на коже головы? Две трехвалынки. Две трехвалынки. Кто мой опять хвалынок? У кого сложное мытьё и получение удовольствия? Я говорю, смотрите, сколько времени вы тратите по уходу за лицом. Вот смотрите, демакияж, очищение, увлажнение, что специально какие-то ампулки, маски. Сколько мы тратим в среднем, как вы думаете? А вот вопрос, о чём мы столько времени на кожу головы не тратим? Это же продолжение кожи лица. Ответ только один. У нас нет культуры общения с этим. Мы всё делаем на бегу быстро. Быстро. Мы быстро моем. А дело в том, что шампунь в основном состоит из пава, поверхностно-активных веществ. А для того, чтобы пава мог растворить грязь, кожный жир, набрать это всё, разрыхлить, ему нужно время. Вот почему возникает иногда перхоть и зуд. Почему, говорят, шампунь не подходит. А мы быстро моем. Павы остаются, мы их не споласкиваем, они раздражают нервные окончания. Это ещё один вариант. Как вы думаете, сколько раз нужно нанести шампунь? Ну вот смотрите, первое нанесение подготавливает к мытью на самом деле. То есть павы натягивают на себя частички грязи. Различные там бустеры, которые там содержатся, они могут разрыхлять, опять же, чуть-чуть верхний слой пидермса, чуть вытягивая кожный жир. Есть себорегулирующие шампуни, которые регулируют кожный жир, оставляя частички цинка, противогрибковых препаратов, дёготь, салициловая кислота, да очень много там всего. Поэтому первое, подготавливая 2-3 минутки, а второе, что непосредственно смывает и должно оставить какую-то плёночку, если это лечебный. Вот как бы и весь секрет-то в этом. Дальше. Весь аппарат волоса расположен на глубине примерно 4-5 мм. Это достаточно глубоко. Представьте, полсантиметра. Туда доберётся шампунь? Да никогда, да? Если вы будете активны, я с удовольствием буду выкладывать чаще и чаще видео. И, кстати, в следующем выпуске будет влияние стресса. То есть трихолог покажет, по какой схеме стресс влияет на кожу головы, на сосуды и на выпадение волос. Это очень интересно.